Первый тайм, так можно занести в актив, да, там концовка чуть неудачная, забили сами себе, допустили ошибку, ну, в принципе, можно сказать, что так и старались контролировать мяч, и были возможности для ударов по воротам, ну, и соперник таких голевых моментов возле наших ворот не создал, можно сказать, равная игра была. Второй тайм, ну, так, да, он немного недовольный мы им, не знаю, что повлияло, гол, наверное, второй в большей степени, который так необязательный, срезка, да, у соперника мяч залетает в ворота, и нельзя так из игры выпадать, нужно играть при любом счете, при счете 2-0, 3-0, то, что девочки, в принципе, и показали. Ну, во втором тайме это радует, что, несмотря на время, заканчивалась игра, но девочки не бросали играть, и забили гол, и еще стремились, это, конечно, нам в плюс. Единственное, вот этот отрезок, да, мы будем разговаривать, с чем это связано, потеря концентрации, и третий гол, то есть надо очень внимательно, нельзя так бросать играть. Ну, и хочу отметить, опять же, да, «Зенит» хорошая команда, борется за медали, желаем успеха, с ними интересно играть, очень хорошо подобрана команда, играет тоже футбол, и нам очень приятно приезжать сюда играть, потому что у нас молодая команда, мы учимся играть, и для нас эти уроки, они очень полезны, тем более, даже сегодня у нас еще две девочки дебютировали, то есть уже вроде бы конец чемпионата, а у нас еще дети дебютируют, наша нападающая наконец-таки Жаркова забила гол, это очень приятно, нам тяжело это все дается, наверное, вы это знаете, что мы мало забиваем, намного пропускаем, поэтому мы этим моментом пока радуемся, живем ими, и надеемся, что в будущем у нас это уже будут целостные игры, где мы будем добиваться побед. В перерыве первая замена, у нас крайний защитник как раз откуда прошел гол, она была на желтой, ну и там оппонент у нее очень хороший был, у Пантюхина, мы, соответственно, реагировали на то, что ей будет второй тайм тяжело, и мы выпустили молодая, опять же, Болдырева у нас, она на позиции левого защитника никогда не играла, мы сейчас ее пробуем, крайним защитником, ну очень хорошо, достойно она сыграла второй тайм, то есть с ее стороны вообще никаких атак, ничего не было. Да, оттуда пришел гол, но опять же, там это такая подача, то есть темп претензий нету. Далее мы произвели замену у нас, чуть мы перестроились, освежили линию атаки, хотели все-таки забивать и больше впереди играть Джафар Заде, что она хорошо цепляется за мяч, может придержать и разогнать атаку, то есть, ну с таким акцентом. Ну не получилось, честно, сразу скажу, не того мы ждали, мы хотели, что она лучше гораздо выйдет, но я думаю, что она сама тоже это понимает и будет прибавлять от игры к игре. Была у нее небольшая пауза. И опять же, две молодые футболистки у нас вышли, Кислицына и Миляева, одна больше оборонительного плана, другая атакующего плана освежили, еще игрока нападающего выпустили. Ну и все-таки счет 3-0, когда девочкам дебютировать, как ни в игре с «Зенитом», для них это большой праздник, я думаю, что и опыт большой, поэтому вот примерно так. Сегодня в Петербурге дождливая погода и плюс 16 градусов, повлияло ли это на игру? Ну я думаю, что лучше погоды для игры в футбол просто быть не может. Это идеальная погода для футбола и температура, и небольшой дождь, это то, что мы хотим, и «Зенит», и «Краснодар» играть низом за счет коротких, средних передач, а эта погода, она наоборот, только дает возможность сделать большой объем работы, играть интенсивно, чтобы болельщику это нравилось, интенсивная игра. И мяч ходит быстро, я думаю, что сегодня просто была идеальная погода для футбола.